Здравствуйте. Сегодня вы пришли на открытую летучку с проектом Tribuna.com. Это наша финальная летучка в этом сезоне, поэтому ура-ура. И сегодня к нам пришли Максим Березинский, руководитель проекта. Всем привет. Олег Горунович, главный редактор. И Максим Паршута, главный комьюнити-менеджер Sports.ru и Tribuna.com. Всем привет еще раз. Давайте для начала познакомимся. Хотелось бы узнать, кто здесь представитель медиа. А кто пользователи наши? Больше 100 пользователей. Отлично. Расскажем буквально совсем немножко про то, что у нас вообще происходит сейчас на сайте. И, как уже сказала Алена, потом ответим на ваши вопросы. Начнем с нескольких цифр, чтобы просто понимать, о чем вообще речь здесь будет испестись. Это наша аудитория. Она составляет порядка 7 миллионов сессий в месяц. Она складывается из нескольких частей. В первую очередь это трафик, собственно, Tribuna.com. Во вторую очередь это трафик… Там вот небольшая ошибочка в слайде. Зелененькая – это трафик, белорусский трафик Sports.ru. Это тоже достаточно большая часть нашей аудитории. Для рекламодателей, собственно говоря, нет никакой разницы. И мы продаем эту аудиторию всю целиком. Собственно говоря, поэтому мы ее здесь и показываем. Рекламодательный важен охват. Желтенькая – это наше приложение. Приложение и белорусские, собственно говоря, наш Tribuna.com. Клубные приложения BOTE, хоккейная Динамо и других клубов. И международное приложение тоже белорусский трафик. Белорусы тоже читают про Manchester United, про Лигу чемпионов, про Барселону и про все остальное. И этот трафик мы тоже здесь продаем. Это наш инвентарь и наша аудитория, которая у нас есть. Также мы работаем со всеми новыми платформами, со всеми новыми способами дистрибуции контента. Пока эта часть не очень большая. Если смотреть на графичек вверху, это все пока проценты и десятки, даже десятков нет, процентов все вместе. Это составляет порядка 7%. Но это AMP, быстрая страница в Гугле. Facebook Instant Articles тоже уже нам приносит порядка 100 тысяч сессий в месяц. И эта цифра постоянно растет. Ну и социальные сети тоже у нас группы во всех социальных сетях, которые мы считаем важными для Беларуси. Это ВК, Facebook, Twitter, Instagram. На данный момент пробовали еще вести одноклассники, но с ними у нас как-то не заладилось. Спортивная аудитория в этой соцсети такая не очень веселая. Поэтому мы пока свернули этот проект, потому что рук не хватает на всем. Всего у нас в месяц порядка миллиона аудитории. Сразу говорю, что эта цифра, сложно сказать, и ни одно медиа сейчас не может почитать, сколько у него конкретно вся аудитория составляет, потому что некоторые из этих людей пересекаются в платформах. И никак невозможно, нет сейчас способа вычленить, сколько все-таки прям уников-уников, которых можно почитать. Вот в зале мы знаем, сколько уников. А на сайте, к сожалению, у всех людей есть разные девайсы, по несколько девайсов, разные соцсети, и человек может потреблять наш контент несколькими способами. Поэтому эта цифра, она наверняка завышена, но другого способа на данный момент посчитать ее никак нет. Поэтому мы говорим о том, что в нашей аудитории сейчас порядка миллион во всех наших продуктах, про которые я вот рассказал. Эта циферка позволяет нам находиться там среди лидеров в спортивном сегменте. Тоже скажу, что циферка немножко, что касается конкурентов, это наши подсчеты, то, что мы видим по открытым источникам. Понятно, что у нас нет там всех цифр, которые есть у конкурентов, всех измерений мы не видим их, но это наша оценка там с учетом того, где какую информацию можно получить в открытых источниках. Собственно говоря, цифры такие. На время Олимпиады Sport2Buy у него был очень высокий показатель за счет того, что много контента попадало на главную страницу, большой был интерес вообще в Беларуси к этому событию. Но в целом вот по продуктам получается, если брать все наши продукты, еще раз повторюсь, это не цифра конкретно Tribuna.com, это цифра всех наших продуктов, Tribuna.com, приложение, белорусский трафикспортс.ру. История получается примерно такая. Второй, о чем еще хотелось бы сказать, по каким цифрам пройтись. Мы себя позиционируем как спортивное комьюнити. Это сообщество людей, которые не только читают про спорт, но у которых могут общаться на какие-то темы, которые могут в том числе редакции, в том числе другим пользователям рассказывать что-то интересное. У нас открытая блогерская система, что достаточно нетривиально для вообще медиа, в принципе для белорусских медиа в том числе. Любой человек, который в этой аудитории сидит или вообще где бы то ни было находится, может в несколько кликов завести блог на трибуне и наравне с редакцией рассказывать про что-то интересное. Мы всячески стараемся помогать нашим пользователям собирать аудиторию самыми разными способами. Если интересно, потом расскажем, как это происходит. Здесь просто показаны циферки, что у нас есть на данный момент, что наш комьюнити себя представляет. Это порядка 40 тысяч комментариев в месяц. Комментировать у нас можно все, новости, блоги, все что угодно. 300 тысяч плюсиков, минусиков – это рейтингование контента, которое у нас является какого-то рода кармой внутри сайта. Заплюсованные материалы выдаются лучше, заминусованные, соответственно, не выдаются или выдаются хуже. Порядка полутора тысяч постов в блогах и статусах – это то, что генерируют наши пользователи, так называемый UGC. Тот контент, к которому мы, можно сказать, не имеем отношения с точки зрения производства редакционного, но тот контент, который нам позволяет быть тем медиа, которым мы есть на данный момент прямо сейчас. Потому что мы очень дорожим тем, что у нас не 10 человек в редакции, а у нас вся наша аудитория, там весь этот миллион, по сути, да, это вся тоже наша редакция, которая есть. Они могут не писать в блогах, они могут не создавать посты, но их участие в производстве контента с помощью комментов или с помощью плюсиков, минусиков – это так называемое ленивое авторство. Но это нам помогает понимать, что людям интересно, помогает нам какие-то темы докручивать, помогает понимать, где вы, возможно, не правы. В общем, для нас это суперважная история. Внизу фиолетовенькая – это наши подписчики в социальных сетях. Порядка 100 тысяч, если брать все соцсети, посты собирают за месяц порядка 30 тысяч лайков, там, 2 тысяч расшаров, просто чтобы понимать, что для нас это тоже важный способ дистрибуции, потому что люди сейчас во многом, когда просыпаются, там первым делом открывают Facebook, свой или VK-шечку, чтобы проверить, что там нового, интересного, нам важно в этот момент попасть к аудитории. Эти цифры постоянно растут, мы делаем большую ставку на социальные сети. Передам слово Максиму. Он у нас главный человек, который отвечает за все комьюнити и расскажет, какие основные моменты есть в этой истории, в принципе. Ну, Максим, в принципе, уже все рассказал. Да, на самом деле сообщество – это наш главный актив, которым мы очень гордимся. Это и комментарии, и блоги, и статусы. Наша история, когда мы хотели запустить собственный спортивный твиттер, который не очень полетел на самом деле. И очень часто истории, когда наши пользователи в итоге какое-то время ведут блог и уходят работать там в какой-то спортивный клуб, в другие медиа или вообще не связан с спортом компании, но благодаря блогу. И такими историями мы тоже очень гордимся. То есть у нас есть несколько блогеров, которые в России, которые ушли работать в клубы премьер-лиги, там, тренерами, аналитиками. Один парень стал генеральным менеджером гиброспортивной команды Virtus.pro. И мы со всеми ими стараемся делать интервью и как-то продвигать эту историю. Да. Какие? А, да. Ну, несколько там какие-то люди в пресс-службах работают и продолжают вести блоги. Ну, да. Несколько, да. Вот. Комментарии и блоги часто помогают нам создать какие-то… ну, продолжить наши материалы, естественно, и запустить какие-то большие истории, которые собирают резонанс не только на нашем сайте, но и на других. В России была история, когда пользователь написал разбор перевода биографии спортивной и в итоге издательство сняло книгу с продажи и объявило об этом официально, и новость там попала на ТАСС и на другие агентства. И пользователи потом искали специально в магазинах эту книгу, типа доказывали, что нифига они не сняли с продажи, до сих пор продается, они врут. Вот. И таких историй тоже хватает, и мы ими гордимся. То есть пользователей, которые пишут постоянно и хорошо, мы, естественно, поддерживаем. Мы их продвигаем у себя в соцсетях, на главной странице есть системы рекомендаций внутри сайта, которые тоже продвигают контент, который хорошо просматривается. Вот. И, ну, стараемся им помогать, чтобы они дальше развивались. Помогаем им с редактурой текстов, с оформлением и с чем… какая помощь им нужна, мы им стараемся помогать. Да, у нас вообще в редакции есть такая штатная единица социальная редакция. Наверное, не во многих сайтах, проектах такое понятие, в принципе, есть. Макс, расскажи немножко, что здесь, в чем вообще суть, и почему эта социальная редакция, а не просто, например, SMM называется. Да, тоже важная история и отличие вообще наших редакций, всех и белорусской, и украинской, и российской от других медиа, то, что у нас есть социальные редакции, которые часто составляют там 30, а то и 50 процентов от общего штата. Это люди, которые занимаются ведением соцсетей, они плюс ищут истории для наших блогов и собирают их в соцсетях, плюс они помогают блогерам, помогают пользователям завести блог или помогают им как-то освоиться на сайте и так далее. В принципе, это, наверное, довольно уникальная история, потому что у нас часто в штате 5 человек может социальная редакция. Если брать Россию, то там больше 10 человек работает на международных соцсетях, российских и других проектах. Мы тоже стараемся экспериментировать, не зацикливаясь на ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке. В последнее время пробуем какие-то новые среды, из которых можно доставать трафик. Самая последняя история наша — это Инстаграм. После того, как в сторис появилась возможность вставлять ссылки, мы это попробовали, и теперь из Инстаграма получаем больше миллиона переходов в месяц. Это про Россию разговор? Да, это про Россию разговор. При том, что аудитория там меньше 100 тысяч человек пока что. В Украине и в Беларуси мы тоже пробуем эксперименты с Инстаграмом. В Украине развиваем… Если в России мы пробуем одно сообщество большое его прокачивать, то в Украине делаем несколько тематических. Пока там цифры не такие, которыми можно было бы хвалиться, но эксперименты продолжаются. Да, продолжаются. Вот есть такой слайдик. Можно подумать, что работа соцредактора — это, например, такое занятие. Но нет. На самом деле этот слайдик я показал для того, чтобы рассказать одну историю. В принципе, вы, наверное, знаете, в курсе, что Диа Гармандо Марадона подписался в «Динамо Брест». И это был инфоповод, про который написали в мире все крупнейшие медиа. И мы, собственно, тоже небезосновательно надеялись, что это будет каким-то толчком немножко для нас в Беларуси, потому что мы собрали очень большой кусок аудитории спортивных, которые интересуются спортом регулярно. И расти, на самом деле, сейчас нам не так-то просто, потому что просто больше людей нету, которым интересен БАТЭ каждый день, например, или там хоккейный клуб «Динамо Минск». Это был такой тест, сколько все-таки в стране людей, которые могут заинтересоваться этой темой, темой спорта. И тест, на самом деле, не очень хорошо взлетел. На самом деле, большого притока аудитории по этой теме мы не увидели, к сожалению. Была видна активизация внутри сайта тех людей, которые и так зарегистрированы, которые к нам ходят время от времени. Было больше комментариев, больше просмотров на человека в целом, но сторонней аудитории было не так много. И этот хайп быстро сошел на нет. К сожалению, при этом для нас важно нащупывать рост. И мы поэтому, то, что говорил Максим, пробуем разные среды, пробуем заходить на всевозможные платформы, где мы можем еще получить новую аудиторию, потому что растите аудиторию веба сейчас, на данный момент. Ее очень сложно и в России, и в Беларуси, и в других странах. Люди сейчас, пользователи посещают сайт очень по-разному. Но нет единого пути, как они попадают на сайт. И даже поиск Гугла — это уже не очевидная история на данный момент. Вот. Собственно говоря, пока это все, что мы хотели сказать. Давайте мы послушаем ваши вопросы, и какие-то темы будем проговорить более подробно. Так будет проще, мне кажется, чтобы было интересно всем. Спасибо большое. Наш первый вопрос, он из слайда. Пользовательский контент, приносит ли он доход? Пару слов о рекламной выручке. Пользовательский контент. Собственно говоря, рекламные баннеры стоят на всех наших страницах, независимо от того, это редакционный контент или рекламный. Поэтому мы не считаем, какой процент выручки приносит редакционный контент, какой процент приносит пользовательский контент. Это один большой котел. Нам важно, чтобы просмотры хорошие были у редакционных новостей, редакционных постов. И нам важно в то же время, чтобы росло комьюнити, чтобы было больше блогеров, чтобы они делали больше интересного контента. Это две задачи, которые идут параллельно, и которые работают на одну большую главную задачу. Собирать аудиторию, привлекать максимальное количество спонсоров под спецпроекты, под какие-то интересные идеи. Если говорить по рекламной выручке, то сейчас год хороший. Чемпионат мира идет, был чемпионат мира по хоккею, была олимпиада. Это всегда четные года, это всегда для спортивных медиа хорошая тема такая, когда можно немножко подзаработать денег. На самом деле, в целом, если говорить, то наша задача как части всего холдинга самоокупаться. С разной степенью успеха в последние годы мы ее добиваемся. Но вот сейчас, в этом году мы идем в плюсе. Все хорошо. А что вам больше всего денег приносит из ваших всех продуктов? Вообще, расскажите о своем финансировании. Мы существуем по рекламной модели. Все деньги, которые мы заработали от рекламы, мы их тратим на редакцию, и это единственный наш источник дохода. Или к сожалению, или к счастью. Не знаю уж, как сказать. Что нам приносит больше денег? Если говорить про кто приносит больше денег, то это букмекеры. Если это та часть нашего рекламного пирога, которая более-менее ее можно планировать, букмекеры и спорты это всегда рядом, это всегда очень хорошо работает. Мы умеем работать с букмекерами, мы им можем приносить отдачи. Что касается всего остального, по-прежнему, несмотря на то, что на слайде можно было заметить, что трафика в наших приложениях уже больше по некоторым позициям, все равно приносит основной доход веб, как и это было раньше. Далеко не все рекламодатели еще перестроились вообще в принципе на интернет, тем более не все перестроились на мобайл, и пока до сих пор основную часть бюджетов приносит все-таки веб, спецпроекты, либо медийка, но все то, что связано с десктопом, хотя мобайл тоже потихоньку растет, но это все еще не прямо сейчас. Вообще во многих редакциях есть такая проблема взаимодействия рекламной редакции и простой редакции. Есть ли у вас такая проблема? Да, эта проблема существует. Собственно говоря, все очень просто. Редакция не столько большая, чтобы мы могли разделить рекламную редакцию от нерекламной редакции, поэтому редакция вовлечена в процессы рекламных каких-то материалов. Это иногда идет в разрез с редакционными интересами в плане занятости конкретных журналистов. Про это может Олег рассказать более конкретно, как нам удается эту историю все-таки разруливать и находить компромисс между рекламными какими-то активностями и редакционными. Расскажите, пожалуйста. Это, конечно, очень интересно, я думаю. Ну, на самом деле у нас, как сказал Максим, мало людей. Это такая существенная проблема. Не все задумки удается реализовать. И иногда мало то, что не все задумки удается реализовать, еще приходится от части из них отказываться в пользу рекламного контента. У нас нет такой проблемы, как у общественно-политических редакций, где я напишу про рекламодателя какое-то расследование, и он у нас снимет рекламу. В таком контексте у нас нет трудностей по взаимодействию рекламного отдела и просто редакции. У нас есть единственная проблема так. Где бы найти парочку свободных, на что-то способных рук, чтобы написать что-то интересное, даже не просто интересное, а то, что будет выделяться на общем уровне редакционного контента и сделает приятный рекламодатель. Вот у нас, наверное, вот это главная проблема. Вот вы говорите, у вас мало людей. Вы вот поподробнее расскажите про устройство вашей редакции. Сколько у вас человек, кто чем занимается, с какими трудностями сталкиваетесь? Итак, у нас в настоящий момент, просьба никому не рассказывать, три корреспондента таких основных. Два занимаются футболом, это Саша Волин, тут он есть, это наш ударный такой центр-форвард. Есть еще Андрей Масловский, он тоже занимается футболом. Есть Тарас Щир, это наша такая духотворенная единица, которая занимается интервью и какими-то более нестандартными текстами, когда на него нисходит вдохновение, потому что Тарас, он стонен к выписке такой, более обстоятельной, интересуется историей, и вот это на выходе иногда дает необычный контент. Вот. Я хочу еще про Тараса рассказать, если позволите. Мы Тараса, мы не связываем руки, мы ему разрешаем писать и на белорусском языке, и на русском. Почему я говорю про белорусский язык? Потому что при всей нашей такой любви к белорусскому языку, как только текст выходит на белорусском языке, почему-то там его количество просмотров падает в два раза, ленится аудитория воспринимать белорусский язык, но нам принципиально, чтобы автор мог самовыражаться, если хочешь писать на белорусском, вперед. Еще у нас есть вот так, это вот корреспонденты, их три. Есть редактор, это я, и есть еще пару ребят на подхвате, которые помогают, ну вот я бы сказал прямо сейчас, в четверть силы, особенно от того, что они делали немного раньше, потому что на них были возложены новые функции, помимо трибуны, они сейчас задействованы один на Sports.ru, а другой на рекламе. Ну и есть соцредакция. В соцредакции у нас собрались неплохие ребята. Там трое человек. Я бы даже сказал, хорошие их трое. И они время от времени помогают редакции, производить редакционный контент. Еще у нас были внештатники, но с внештатниками у нас все время проблема, нам не хватает какого-нибудь такого мощного, напористого человека, который составил бы конкуренцию основному составу, может быть, посадил бы в Уильненбанку. Пока что внештатники у нас не приживаются, они отсеиваются. Если подвести итог, у нас три новостника, три соцредактора, три, собственно говоря, журналиста, есть главный редактор. Итого – это порядка 10-11 человек. Это наша редакция постоянно, которая занимается контентом ежедневно. Как бы это много, да? Ну, можно сказать, что это немало. Но с учетом того, что мы работаем с понедельника по понедельник, или там 7 дней в неделю, и стараемся поддерживать график там как минимум с 8 утра до 12 вечера. У нас в стране 8-часовой день. Еще почему-то сотрудники хотят выходные, 2 в неделю. Ну, это, конечно же… Ты в Уильн в отпуск собрался вообще негодяй. Тут же в отпуск уходят, да. Это, конечно, при таком графике это все довольно напряжно. У нас ребята такие, ну, мне кажется, работящие. Хотя, может, я ошибаюсь. Как вы вообще относитесь к молодым журналистам? У нас… К нам часто ходят еще и студенты, которые хотят к вам писать. Вот расскажите, как к вам попасть на работу. А почему они к вам ходят? Ну, пусть… Потому что у нас пресс-клуб, представляете? Они пусть к нам идут. Ну, на самом деле, мы сейчас ищем какого-то молодого журналиста. Если кто-то хочет попробовать сотрудничать, мы можем начать. Потому что мы сейчас отбираем стажера. У нас там идет небольшой конкурс. Пришло 48 заявок. Но вот чтобы реально журналисты среди них были. Ну, это буквально там пару человек. И еще, мне показалось, человек 8, которые более-менее знакомы с русским языком. Ну, я честно говорю, присылайте. Я добрый на самом деле. Вот. Поэтому начать с нами сотрудничать. Нет никакой проблемы. Можете написать мне в ВКонтакте, в Фейсбуке, на почту. Я вас приглашу в гости. Ча я не обещаю, но мы поговорим, обсудим какие-то пару тем. Вы получите тестовое задание. А может быть, вы его предложите и сами сделаете. То есть, тут нет никакой проблемы. Мы всегда готовы начать с кем-то сотрудничать. Но что-то… Да, на самом деле, мы всегда готовы. И раньше этот поток студентов и людей, которые заинтересованы в работе, был. А сейчас у кого-то и сяк. То ли студенты пропали, то ли интереса к спорту никому нет. Нам не очень это ясная история до сих пор. И вообще трибуна, если вдруг кто-то стесняется звонить Груновичу или писать, потому что у него… Звонится паршюта. Может, у него на аватарке страшники и вообще вызывают опасения легкие. У нас открыта блогерская система. Можете заводить блог и писать вообще ничего, ни с кем не согласовывая. Как, например, Ира Веремей, которая здесь. Она просто писала классные материалы про вообще неочевидную тему. ММА, единоборство в том числе. И у него были очень крутые тексты. Мы ее выносили на главную страницу. Это было чтиво, которое приятно посмотреть. Материалы, которые были сильнее редакционных. В некотором смысле, в некоторых редакционных. И при этом я вот скажу, что вы можете сказать, а почему Ирина не стала вашим штатным корреспондентом? Ну, тут вопрос возник в том, что нас интересует, как конъюнктурчиков горячих, нас интересует футбол, хоккей. Футбол, хоккей. Ира больше была по боевым, точнее, почему была? Она есть. Она больше по боевым искусствам. И, кстати, ее текст в один год был самым читаемым на сайте, потому что вынесли в России про то, что какой-то тренер по боевым искусствам рассказывал, как обезвредить противника в случае драки. Он советовал рвать, по-моему, пальцы на руке, чтобы тот потерял сознание и не пришлось никого калечить. Ну, вот так. Хороший совет, кстати. Поэтому мы следим внимательно за блогерами. И все, кто, как нам кажется, может как-то пригодиться редакции, мы со всеми общаемся, пытаемся найти какие-то точки соприкосновения. И с Ирой тоже мы общались. И продолжаем общаться тоже. Но вот сотрудничество полноценно не получилось. Но у многого у кого получилось. Вот я, кстати, видела в комментариях, вас критикуют за футбол и хоккей, и футбол и хоккей. Вот вас, кстати, критикуют. Вообще, как вы относитесь к критике вообще? К критике на сайте, в соцсетях? Что из этого вы слушаете? К чему относитесь скептически? Ну, по критике на здоровье. Мы слушаем очень внимательно. Нас критикуют пользователи. Говорят, что вы там безграмотные, у вас ошибки есть. Окей, у нас бывают ошибки. Если пользователи говорят, что они есть, мы говорим, о, ребята, спасибо большое, мы исправляем. Ну, это же полезно. Это же вместо корректоров получается. Нас интересуют, ну, нас иногда ругают клубы. Если ругают по делу, мы даем новость, там, опровержение, новость уточнения. У нас, ну, никакой короны нет. Мы говорим, окей, ну, мы виноваты, приносим извинения и так далее. То есть, ну, если нас критикуют по делу, то да. Ну, а футбол и хоккей, ну, кому не нравится футбол и хоккей, приходите, там, я вам тихонечко, как-нибудь учерком покажу просмотры по гонболу, по баскетболу и еще почему-то. И вы мне скажете, да ладно, чувак, забей им. Я погорячился. Потому что у нас было одно время неконтролируемый расход средств, назовем это так. И мы содержали очень такую солидную редакцию внештатников. И мы писали про футбол, про гонбол, репортажи по баскетболу, про все писали. Вот в таком режиме газеты «Прессбол», в режиме газеты «Спортивная панорама». То есть вот еврокубковый матч гонбольный, мы идем на тренировку, потом мы идем на матч, мы пишем репортаж, а потом сидишь и думаешь, опа, так, 400 просмотров, 500 просмотров. Так, ну что-то не то. Ну и стало понятно, что нет. Вот так. Ну, для нас, с учетом того, что у нас ограниченный ресурс, нам важно, чтобы эти ресурсы были направлены на максимально эффективные публикации, на максимально эффективные виды спорта. К сожалению, или к счастью, и вообще на самом деле редко в какой стране люди одинаково интересуются всеми видами спорта. В Литве, например, баскетбол номер один, и футбол всем пофиг, там, да, с большего. У нас, как бы, ситуация вот с футбол и хоккейом в Украине – это футбол и бокс, потому что есть крутые боксеры, есть крутые футболисты. И, как бы, в разных странах есть два-три вида спорта классных, у которых есть аудитория. Все остальные виды спорта мы всегда говорим, что, там, всем федерациям, которые к нам стучатся, говорят, ребят, почему вы не пишете про керлинг? Мы говорим, ну, потому что не пишем, потому что пятиборье, там, и все остальное. Но мы говорим, потому что, к сожалению, та аудитория, которая у вас есть, мы не можем выделить на нее ресурс и осветить это событие. Мы готовы продвигать блок ваш, если вы заведете, блок федерации керлинга там. И он, кстати, у нас, говоря, был, и был достаточно неплохим. Ребята туда постили историю про национальную сборную, какие-то видео забрасывали. И это было интересно, это было любопытно. Вместо того, чтобы слать ненужные никому пресс-релизы на ящик Tribuna.com, мы предлагаем людям, так заводите блок, вам не нужно будет ничего никому слать и спрашивать разрешение, поставите его или нет. Вы сами поставите, сами будете собирать свою аудиторию. Мы поможем вам продвигать этот блок, поможем вам каким-то образом зацепить ту аудиторию, которая у вас может быть. Она, пусть небольшая, но она есть, вы можете с ней общаться. Ну вот пока, к сожалению, не так много таких примеров. Тот же футбольный клуб БАТЭ регулярно нас обижается, что мы пишем про него что-то не то с точки зрения руководителя футбольного клуба или тренеров, или игроков. Но при этом сколько раз мы не говорили, ребят, заводите свой блок официальный и вещайте в нем, рассказывайте, общайтесь со своей аудиторией, показывайте альтернативную точку зрения, показывайте, что трибуна дно вообще и вообще ничего не соображает в футболе. Но они говорят, что ну нет, вы же дно, мы вообще с вами не будем общаться. Ну как бы вот и все. Мы вас лишим аккредитации лучше вместо этого. Ну окей, как бы сидим без аккредитации. Страдаете? Смотрим по телевизору. Страдаете? Нет, не страдаем вообще ни капельки. Ну не страдаем, когда вот я слышу про то, что там нас кто-то собирается лишать аккредитации из-за того, что мы написали что-то не то. Я просто вот, песня Вольского, да, там, свободу не спынить. Ну нам без разницы. Ну хотите лишить и лишайте, нам хуже от этого не будет. Мы купим билет. Ну окей, редакция немножко обеднеет, но купим билет и сходим. Напишем с телевизора. Придумаем новый поворот. Вот, например, Батэ. Батэ нас лишил аккредитации. Я очень хочу, чтобы один из ближайших матчей мы посмотрели из вип-ложи. То есть, ну, как бы, рядом с Капским. Уже, как бы, есть вот вариант, уже, ну, он вот-вот растется. Я надеюсь, он не обломается, потому что нам… Капский не дремлет, не лансьет. Потому что те, кто могут нам помочь, могут оказаться недовольны тем, что мы сделали. Но, тем не менее, мы, как бы, сделали, а потом посмотрим, будут они довольны или не будут, помогут или не помогут. Ну, вот Сашу увольно переодевали, отправляли на встречу с Батэ. Тоже был хороший кейс. Интересно, если кто видел, читал. Расскажите. Расскажите, рассказать. Собственно говоря, та же проблема. Батэ нас не пустил на встречу перед сезоном. Есть такая практика, что клубы встречаются с своими болельщиками. И вроде бы, как, по идее, Саша себя позиционировал как болельщик, который хотел прийти на встречу. Но вот ему сказали, что он с трибуны, и такому болельщику нельзя идти. И что самое интересное, если бы нам разрешили туда идти, мы бы не пошли. Ну, это... Потому что там обычно ничего интересного не происходит. Но мы решили немножко извернуться. Загримировали Сашу под старичка. С завода у него были накладные усы, накладное пузо. Что у Саши еще было накладное? Очки, парик. Говорят, стрельги. Да, Анатолий Анатольевич почему-то решил, что Саша был стрельгер. Изюминка репортажа стала то, что Саша очень хорошо знает игроков БАТЭ. Он со многими общался, с некоторыми даже сделал чуть ли не первый интервью в их жизни. И у него были совместные селфи, там, с автограф-сессии с этими игроками. И они его не узнавали. И потом, когда вышел репортаж, они говорили, елки-палки. Вот это да. Были очень удивлены, что такое произошло. Ну, нам было только весело. Спасибо. Если у кого-нибудь вопросы из зала, кто-нибудь хочет поднять руку и проявить смелость? Нет, ну это-то мы видим. Да, вот здесь-то мы не видим. Хорошо, давайте тогда перейдем. Так, кто у нас тут есть? Самый первый вопрос, Игорь. Тут как-то их надо развернуть. Они тоже на самом деле не самые первые. Только я не могу понять, как. Нет, он самый первый. Он самый первый. Ну, хорошо. Так, и вообще я хотела бы обратить ваше внимание на то, что здесь у нас есть такие пальцы вверх, поэтому вы можете ставить лайки и выбирать, какие вопросы уйдут в топ. И эти вопросы мы с большей вероятностью сегодня зададим, потому что время не резиновое, мы все точно не зададим. И вы ставьте лайки, голосуйте, все будет хорошо. Значит, первый вопрос. Какая миссия у трибуны, для кого и чего працует? Какая у вас мэтовая аудитория, взрослый, гендер, социальный статус, локация, инши? Пока. У нас миссия, и она написана на нашем приложении, делать спорт лучше. Мы не про голы, очки, секунды. Про это уже сейчас, сегодня могут узнать все без всякого СМИ. Для этого достаточно иметь доступ к интернету и не только знать, каким счетом закончилась игра, ваши любимые команды, но и быстрее голы и все остальное. Поэтому мы своей задачей видим просто развлекать народ. Мы, на самом деле, развлекательная медиа, которая помогает и делает какие-то акценты на чем-то интересном, важном, что может цеплять людей. И опять же, мы не только сайт, мы стараемся быть веселыми в соцсетях, мы стараемся давать людям релевантный контент в тот момент времени, когда им это нужно. В целом, все это нам позволяет собирать аудиторию, которая позволяет нам монетизировать проект и существовать относительно свободно в рамках Беларуси, не оглядываясь на то, какое мнение может быть там у председателя БАТЭ или там еще у кого-то на то, как мы вообще выстраиваем свою редакционную политику. Собственно, вот. Что по аудитории, у нас недавно смотрели данные, что у нас все-таки аудитория больше 24 лет сейчас. Ну, мы взрослеем, я так понимаю, наша аудитория взрослеет. Вот я официально говорю Максиму, что… Школота разбежалась. Максим, надо собраться и обсудить, что делать с аудиторией до 24. Нам надо придумать, как привлечь этих ребят. Да, ну, в основном мужики, конечно, там процентов 75. Это мужики, которые интересуются спортом. Есть девушки, нам очень приятно всегда, когда они к нам заходят. Хорошо, что девушки, да? После мужиков я боялся, что последует. Да, хорошо. Когда они к нам заходят на сайт или когда, тем более, заводят блоги, для нас это всегда очень радостно и весело. Но вот на самом деле все-таки спортивная аудитория – это в большей степени мужская аудитория. В этом плане мы достаточно нишевая проекция с очень конкретной, понятной аудиторией. Когда-то нам это помогает, когда-то нам мешает, потому что мы все-таки хотим иметь более какую-то обширную аудиторию в Беларуси. И у нас есть вопрос из зала. Представьтесь, пожалуйста. Добрый, Ньюспорфайт, бойцовский портал. Меня зовут Максим. Отслеживаете веб-блогах авторские права? Фотографии, ссылки на это? Или публикуете интересный просто контент, который подают блогеры? Максимилиан, это твой вопрос. Естественно, мы не можем проконтролировать, чтобы все посты в наших блогах были абсолютно уникальными. Но мы действуем, как любая другая соцсеть. Мы считаем себя такой полусоцсетью, либо полноценной соцсетью. И по требованию автора, правообладателя, мы удаляем такой контент, который без ссылок, без ничего. Который нарушает чьи-то авторские права. Ну и при выносе поста на главную страницу я, или там дежурный редактор, я надеюсь, что дежурный редактор это делает. Ну, я просил. Мы просматриваем, чтобы там не было левых фотографий, ну, чтобы не подставляться по мелочам. Хорошо. Как вы видите вообще колонки единоборств, развитие в будущем? И какой бы интерес, какой вам, какой трафик интересен бы вам был именно на эту тематику? Количество аудитории. Слушайте, ну, колонка, чтобы написать колонку, это нужен автор, который сечет в единоборствах. У нас в нашей редакции, ну, не будет человека, который возьмет и напишет про единоборство. Мы можем сделать так, что вы напишите колонку, мы ее публикуем и посчитаем вместе аудиторию, и я вам покажу ее. Я чуть-чуть про другое. Я вот интересно, как развитие в будущем. Вы видите все-таки какое-то направление? Как раздел в единоборств, вы имеете в виду? Да, да, да. Ну, я могу чуть-чуть продолжить. Ну, это, на мой взгляд, это точно не редакционная история, потому что большой аудитории здесь, очевидно, нет. И там в Беларуси, в России, в Украине так. Ну, я с тобой не соглашусь. Украине как раз таки нет. Можем быть, если появится топ-боец. Если будет, ну, боец мирового уровня, который станет таким реально народным героем. Я понимаю, из Гурков, да, но его маловато. Нет, не только. Ну, я понимаю, вы назовете еще несколько бойцов, которые очень крутые. Я понимаю, но они в Беларуси не очень известны. Орловский там есть, да, но он не вызывает большого интереса у нашей аудитории. Я не знаю, почему. Изредка вызывает. При этом, мне кажется, еще беларусы не очень агрессивны, потому что вот Ирины тексты, Ира Веремей, в России читались очень хорошо. Вот в России, как сломать руку, там почему-то вызывало большой интерес. Беларусы, ну, так, окей, сломать руку, ну, неплохо. Вот, поэтому, если появится какой-то боец, который за счет своих результатов достигнет какого-то топ-статуса, ну, мы, я думаю, что нам будет тогда по пути, точнее, мы сядем к нему на хвост. Поясню просто несколько примеров. Вот как раз-таки в Украине есть такие бойцы, это Усик Ломаченко, которые просто там топ, которые заходят, которые наравне, может быть, с Ермоленко могут собирать аудиторию, да. И там раздел единоборств, ну, вот именно бокс, например, да, он вообще прям вот второй после футбола, там, по посещаемости, мы прямо уделяем ему большое внимание. Или, например, братья Беларусь, то биатлон, это была Домрачева. Когда Домрачева уходила в декрет, то биатлон сразу уходил куда-то глубоко, потому что, ну, когда не за кого болеть, очень грустно смотреть белорусам постоянно биатлон и не сдать никаких побед. Собственно говоря, вот сейчас Даша ушла, и ситуация с зимними видами спорта критически обострилась. Хоккеисты что-то не очень, биатлон тоже сейчас будет не очень, и вот будет вопрос, что вообще делать с биатлоном, как его освещать, потому что много того, что мы делали по биатлону, было так или иначе связано с Дашей, с ее победами, с ее непобедами, которых ждали. Вот такая же история с единоборствами. Пока, к сожалению, мы готовы писать какие-то тексты, мы иногда их пишем. Если понимаем, что есть какое-то событие или какой-то боксер, ну, какой-то представитель, которому было бы интересно, или вот у нас есть блогер интересный, который пишет интересные посты, мы всегда рады, да? Но прям, чтобы вот концентрироваться на этом и выделять отдельного человека, выделять отдельный ресурс, ну, у нас, к сожалению, не получится. Просто у нас не сойдет с идеей без кредита просто. А вообще есть идея, как из этой ситуации выйти, какой ракурс здесь найти, чтобы и без Даши, и без всех остальных все равно это была тема интересная. И вы именно про биатлон? Ну, хотя бы про биатлон. Ну, мы будем сейчас экспериментировать, что-то смотреть, думать. Возможно, сократим какое-то количество контента. Возможно, нет, потому что зимой все равно люди что-то смотрят, футбола нет. Будем смотреть по обстоятельствам. Для нас это новая ситуация. Все время, что у нас есть сайт, Даша была, вот за исключением декрета, поэтому у нас проблем не было с этим. Сейчас будем смотреть и ориентироваться, как быть дальше. Буду надеяться на Кривко и посмотрим, как пойдет у остальных. Потому что, ну, все-таки журналисты во многом, они эксплуататоры, а мы эксплуататоры спортивного класса. Трудно прессе слепить новую звезду, которую вдруг все полюбят и начнут там за ней следить. Ну, вот мне так кажется. Добрый день, меня зовут Наташа, баскетбольный клуб «Смоки Минск». И два вопроса сразу, да. Смоки крутые. Да, мы клевые. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что спортивные медиа могут существовать не по модели трибуны, а вот абстрагируясь от всей этой фоточек из Инстаграма и всего остального, чисто классная аналитика, классное интервью по какой-нибудь подписной модели, не знаю. Ну, понятно, что ни спорт панорама, ни пресс-бол, да. Мы используем современные инструменты какие-то крутые. И второй вопрос сразу вдогонку. Есть ли у вас какие-то внутренние рамки, когда… Да, окей, хорошо, давайте. Я знаю вот пару журналов, у них классная модель спортивных. Они выходят рожом 500 экземпляров, и на них подписывается ног и еще кто-то. Ну, я думаю, что такая модель возможна, если белорусская медиа вдруг начнет делать контент международного масштаба, то есть перейдет с русского языка на английский и будет развиваться в сторону топ-клубов Барселона, Man United и так далее. Окей, а Макс, тогда по поводу российской все-таки русскоязычной аудитории и России, там деньги есть, невозможно ли это? Ну, мне кажется, там довольно серьезная конкуренция, и будет трудно кого-то подвинуть. Ну, хотя, наверное, Максим сейчас придет какой-то пример. Нет, пример я не приведу, но если вернуться все-таки к Белоруссии, я думаю, что если аудитория спорта вырастет и появится аудитория, у которой будет потребность в большом количестве какого-то качественного контента, аналитики и так далее, то такой вариант, конечно, возможен. Но нужна большая аудитория, и это главная проблема. Потому что, чтобы жить за подписку, нужно, чтобы эту подписку покупали. И либо будет на 500 человек какая-то космическая цена, либо на большее количество человек, но меньшая цена. И все зависит от экономики этого издания. Я думаю, что вообще история не про спорт, честно говоря. Я вообще не соглашусь с Максом. Вряд ли в спорте можно сделать что-то такое суперэксклюзивное. Эта модель работает в мире всего у нескольких изданий, которые связаны с финансами, которые могут давать суперэкспертизу по каким-то очень узким темам, которые могут приносить компаниям или людям деньги. А спорт, ну, здесь очень сложно каким-то образом. И мы не видим ни одного примера на постсоветском пространстве, где это бы работало, ну, именно даже в спорте. Там и общеполитических-то изданий раз-два я обчелся, и не сказать, что они прям процветают. Есть еще модель про бизнеса, да, который проводит оффлайн мероприятия, там, встречи, продают билеты. Ну, это тоже прикольная история, но пока не про спорт. Хотя, может, мы стадион какой-нибудь построим, и будем сдавать все в аренду, монетизироваться. И второй тогда вопрос. Там есть про стоп-темы, про суды и все остальное. Я думаю, немножко схожий, но и отличается. Есть ли у вас какие-то внутренние рамки, какие фотографии вытягивает социальных сетей жен, футболистов, спортсменов любых, да? Ну, условно говоря, дети не в ответе за их родителей, да? А с детками фотки вы постите. И была история с одной баскетболисткой, когда фотографии были вытянуты из аккаунта ее подруги-американки. Она лесбиянка. Если бы была, например, история с футболистом-геем, мы понимаем, какие риски для его карьеры будущее это все будет нести. Постите ли вы такие штуки? И вообще, ну, опять-таки, есть ли эти рамки у вас? У футболиста есть рамки, которые постят в соцсети? Да, но есть же друзья. Там же как вот, почему Лихторович привела, да, в пример. Там есть Америка, американская подруга, там все проще, лояльнее и все остальное. И фотографии она постила в открытый доступ, не подумав, скорее всего, на тот момент. Ну, да. То есть, я поняла, их нет. Поясним. Ну, у самой Лихторовича тоже были такие же фотографии. Ну, сейчас их больше стало, очевидно. Вот, поэтому… Ну, мне кажется, Лихторович жива-здорова, все хорошо, продолжает играть за сборную, и ее тут никто еще не сжег. И это… Ограничения такие, очень простые. Если аккаунт закрыт, мы оттуда ничего не берем. Это вот главное наше ограничение на данный момент. Второе главное ограничение – это здравый смысл. Если мы видим, что человек постит туда, и он должен тоже какую-то ответственность не себе осознавать, куда он постит и что, правильно? Можно же и по проспекту голым пробежаться, надеюсь, что тебя никто не увидит. Но наверняка сфоткают, и ты где-то попадешь в какие-то сводки, правильно? Поэтому, если человек это постит в открытый доступ, ну, мы считаем, что это может быть использовано. Случаются ситуации, когда мы что-то… Мы можем входить в положение людей, можем еще что-то делать. Возможно, он по неосторожности это сделал и там каким-то образом нас уведомил об этом. Ну, такие истории тоже есть, но в целом вот правила такие основные. Ну, даже не входить в положение. Человек, как правообладатель своих снимков, он может сказать, уберите, пожалуйста, фотографии. Ну, окей, да, все. Ну, мы уберем. Давайте перейдем, может быть, ко второй части вот этого вопроса, который вы упомянули. Вот, если затыкались вы с судами, во-первых, стоп-темы. Есть ли у вас какие-то стоп-темы, которые вы не затрагиваете? Ну, лично у нас, мне кажется, особо нет. Вот, я бы так сказал. Ну, мы все-таки довольно небольшой ресурс. Можем себе позволить некоторые вольности. Хотя вот сейчас есть перспектива, что мы станем официальным СМИ, и нас могут там отцыгать за ухо. Но мы не боимся трогать разные темы не потому, что мы там сейчас не очень большие, а просто потому, что мы стараемся не переходить границы здравого смысла, в том числе, когда мы там трогаем тему президента. Мы, ну, как бы, обычно же это главная доступ тема в стране. Мы не опускаемся до оскорблений и стараемся отслеживать, ну, точнее, отслеживаем комментарии, чтобы там не было оскорбительных каких-то комментариев в его адрес. Ну, вот, наверное, вот так. Ну, вот, Батэ нам периодически угрожает расправы. И Вулина обещает его везти в лес, например. Ну, на самом деле судов не было. Было несколько там моментов, которые удалось решить добровольным путем, связанным с авторскими правами. Ну, это на самом деле вообще единичные какие-то случаи. Ничего глобального такого нет. Обычно, если вдруг есть какие-то претензии о, там, я не знаю, за точность информации, либо какие-то авторские вопросы, нам удается договориться и все полюбовно решаем. Что касается уладов и погрозов, периодически какие-то встречи, разговоры случаются, никто никому не грозит, прям, что вот там с вами что-то может случиться, но дают понять, что, как бы, ребята, мы видим, что вы тут, мы говорим, окей, классно, читайте, читайте дальше. Вот, то есть периодически эти разговоры случаются, как, я так понимаю, со многими СМИ, или, наверное, даже со всеми СМИ, которые там видны над уровнем моря. Вот, поэтому для нашей страны ситуация нормальная, да и для России, в принципе, тоже. В Украине, вот, кстати говоря, прям там вот какой-то оазис свободы, там всем все пофиг вообще, мне такое впечатление создается. Вот, кстати, вы упомянули, что, вы упомянули, что, может быть, вы станете официальным СМИ. Вот тут вопрос нам прилетел, будете ли вы регистрироваться как СМИ, что будет в этом случае с блогами? Вопрос открытый, мы ничего не знаем по поводу того, как это будет выглядеть в редакции Совмина, что будет с комментариями, мы пока размышляем и ждем официальных документов. После того, как мы их получим, посидим, поанализируем, подумаем, что с этим всем делать, какие плюсы от официальной регистрации, какие минусы и так далее, и будем принимать решение по факту. И что будет с блогами, если вы станете? Ну, вот опять же, надо понимать, какие там будут требования. И, ну, по сути, блог – это тот же комментатор, ну, собственно говоря, да, под любой статьей. То есть, если это просто будет вопрос идентификации его, то, ну, как-то мы его идентифицируем, наверное, и вопросов никаких не будет. Ну, в общем, здесь надо понимать, какие будут требования у государства, как нам нужно будет собирать информацию о пользователях. Вы хотели что-то добавить? Российский сайт стал СМИ, и там тоже появились некоторые ограничения, но на блогах глобально, я думаю, что это никак не отразится. Ну, зависит, конечно, какой будет в итоге закон и так далее, но в целом, я думаю, это особо не повлияет. Спасибо. Спасибо. Так, следующий вопрос у нас. Как вы оцениваете эффективность працы ваших журналистов и поспеховость публикации? Какие ваши KPI? Ну, у нас довольно простые подходы, рабочие, крестьянские. Для нас важно, чтобы материалы были просматриваемые, мы смотрим, сколько просмотров, собирают ли они какие-то лайки, шеры в соцсетях. Ну, вот это для нас главный критерий. Плюс нам, конечно, хочется, ну, нам просто хочется, да, нам хочется, чтобы эти материалы вызывали резонанс, чтобы их дочитывали, ну, да, чтобы их читали. Ну, наверное, вот это наши главные критерии. Мы отслеживаем статистику регулярно по просмотрам, мы отслеживаем статистику по социальным сетям, какие посты заходят лучше, где что можно собрать, какие лайки, где лучше что лучше, шарится видео или не видео, или какие-то истории. Стараемся это учитывать в работе. Ну, в общем, инструментарий используем, доступный нам, и пытаемся становиться лучше и точнее попадать в аудиторию и с темами, и с форматами. Ну, вот следующий вопрос, на что вы робите акцент у публикации, какими сродками стараетесь за джопить вагу? Вы немного уже говорили, но, может быть, есть какие-то конкретные техники, которые вы используете, которым вы учите своих журналистов, те, кто приходит, вообще что это такое? Ну, техники у нас, я не знаю, какие техники у нас. Должен быть материал, в котором есть эксклюзивный контент, материал, в котором есть эксклюзивный комментарий, какой-то или неожиданный какой-то взгляд. Ну, чтобы можно было сделать неплохой заголовок. Заголовок важен. Я вообще не очень люблю, ну, мне очень нравится, кто нас критикует, что вы делаете там заголовки, выдергивая фразы из контекста. Это мое, ну, такое вот любимое обвинение в адрес трибуны, потому что вообще не представляю, как сделать заголовок, который отразит весь контекст интервью на 20 тысяч знаков или на 15 тысяч знаков. Какой это должен быть заголовок. Ну, наверное, такой полумертвый заголовок в стиле интервью. Анатолия Капского. Интервью Анатолия Капского от 01.03.2017-оботе в чемпионате Беларуси и некоторых иных вопросах. Ну, вот это такой объективный заголовок. Ничего не вырвал, ничего не соврал, вот как есть. Ну, мы все-таки заинтересованы. В заголовок мы вкладываем то, что удивляет нас. И мы говорим, о, ребята, смотрите, прикольно же чувак сказал. Обязательно зайдите и почитайте, что он там сказал. Но, возможно, он это еще как-то обвесил какими-то другими словами. Ну, невозможно это все как бы вместить в 100 знаков. А, вот. К журналисту у нас претензии, чтобы они добывали эксклюзив и делали для текста какую-то добавленную стоимость с помощью комментариев, с помощью того, что они могут узнать. Мы стараемся не писать уже отчеты, уже отошли от этого. Мы не стараемся не писать то, что все напишут. То есть, поэтому мы не ходим на пресс-конференции почти, отказываемся. Ну, потому что никакого прикола нету прийти и там в десятером все написать одно и то же. Ну, неинтересно. Заголовок, короче, если подводить итог. Классный заголовок. Желательно хорошая история в начале, чтобы был повод все-таки читать дальше, а не после заголовка сразу закрыть страницу. И, ну, если это интервью, то все-таки там должно быть, ну, не одна история. Там должно быть их несколько, чтобы оно хорошо читалось. Какая-то такая история. Мы даже часто практикуем, что большие тексты дробим на какие-то более мелкие форматы для соцсетей, еще для чего-то. Рассказываем какие-то мелкие истории, которые цепляют, которые могут быть интересны людям. Переупаковываем их и в других средах запускаем как отдельные виды контента. Вот вы говорили о том, за что вас критикуют. Вот еще. Спасибо за то, что вы есть. И вопрос. Согласны ли вы с претензиями некоторых пользователей в желтизне и планируете что-то в будущем менять в плане этого? Ну, опять, тут надо разобраться, что такое желтизна. Я еще ни разу фотокорреспондент трибуны не заставал игрока БАТЭ за занятием любовью с его подружкой в машине. Никогда не отслеживал этого намеренно, и таких заданий не было. То, что мы стараемся рассказывать о спорте не только как о спорте, мы это считаем нашим преимуществом, а не нашим недостатком. Если мне слайду или там вербально приведут какой-то конкретный пример желтизны, скажут чуваки, вот это вот желтое, ну, например, там. Давай. Здравствуйте. Это мой вопрос был. Во-первых, я написал вначале. Спасибо, ребята, что вы есть. Реально круто. Супер. Спасибо. Я застал период, когда был, что там, пресс-болл был. Ну, я не знаю, короче, в онлайне было тухло очень, когда вы появились, стало реально круто. Ну, я как бы, я не обвиняю вас. Я как бы скорее высказываю то, что я вижу в комментариях, да. Ну, какие-то новости, которые напрямую, например, не связаны со спортом, там, ну, очень косвенно, да, бывают, проскакивают такие, бывают, ну, есть, да, есть объективно, но, ну, там, публикации, где она и про спорт, и про личную жизнь, там, на стыке это нормально, а есть прям такие, которые вот, ну, такое чувство ради хайпа просто, новость, ну, не знаю, там, которая к спорту имеет очень такое, там, посредственное отношение. Скорее, вот, наверное, вот это. Не знаю, насколько я прояснил, но вот что вы можете. А пример, есть какой-нибудь такой новости, которая вывесила? Ну, вот, прям сейчас, да, у кого-то, наверное, есть. Попробуем восстановить логику. Да, добрый день, меня зовут Алексей, я, можно сказать, читатель еще Голдсбая в его времена зарождения. Тут даже не пример того, что что-то выбесило. Просто, если так взять гипотетическую ситуацию, я слабо представляю, как с утра в редакцию приходит, ну, условный, Иволин, и подходит к вам и говорит, Олег, слушай, я вчера перед сном листал ленту Инстаграма, вижу жену Комаровского и понимаю, что... Я не засну. Это не я сказал. Вот, и понимаю, что без ее фотографии с отдыха на Бали Ислач будет восприниматься не так, не полностью. Ну, примерно, вот, что-то около того. Фотографии жен футболистов, это история про что? Про трафик или про вдохновение? Вот, как вы приводили пример Тараса Щирова, которого вы не берете в рамки, который делает, в принципе, то, что он хочет, ну, практически. Это для того, чтобы аудитория младше 24 лет пришла? Ну, слушай, а вы подписаны были на газету «Вечерний Минск», например, или «Комсомольскую правду», вот, когда это еще было мейнстримом лет 20 назад? Там каждую пятницу тоже выходили девушки. На последней странице, как бы, эта история была про, как бы, про что? Ну, в испанской газете, в любой спортивной испанской газете на последней странице есть девушка. Считается это пристрастием редакции, просто увлечением. Вот, ну, на самом деле, это и в какой-то степени трафик, ну, и в какой-то степени то, что мы не про спорт. Мы и интервью берем у жен футболистов, ну, брали там, и фотки можем выдать. Ну, отдых прикольно, футболист поехал отдыхать. Хотите, посмотрите, хорошо отдыхает чувак. Ну, не вижу в этом никакой проблемы. Даже если брать глобально, то всегда же говорят, что чувак вот женился с футболиста, значит, он начнет хуже играть, потому что, как бы, куча сил уходит вообще не на то, да? То есть, это такая распространенность… Вот, видите, то есть, опосредованно это так или иначе даже связано со спортом. То есть… Вот этим подводят к тому, что волнуемся за Комаровского еще. Да, Комаровский, да, ему тяжело, несложно приходится. Поэтому, ну, на самом деле, это та часть контента, которая тоже интересна аудитории. И когда люди говорят, что, блин, опять там сиськи, да, и, как бы, заколебали, но они, как бы, все равно заходят и комментируют, как бы, зачем-то, да? То есть, это же можно пролистывать, и, ну, вот, как-то складывается так, что никто не пролистывает. То есть, ну, мы, на самом деле, стараемся не перебирать в этом вопросе, и, как нам кажется… В последнее время даже минимизировали такой контент, его стало гораздо меньше. Да. В России вообще его убрали с главной страницы, когда все остальные СМИ, собственно говоря, занялись тем же самым и постят фотографии на перебой. Сейчас вы на спортсе не найдете ни одной такой заметки, наверное, я, да? Мы ждем, когда спортпанорама начнет, и мы тогда закончим. Здравствуйте, у меня теперь вопрос. Марина Золотова, тут Бай. Хотелось больше узнать про вашу работу в соцсеточках, то есть я поняла, что у вас три вот социальных редактора, как построена работа? То есть разные люди следят за разными соцсеточками, или там у вас как-то по-другому это работает? По трафику из разных соцсетей тоже интересно, то есть что больше приносит вам трафика, там какие у вас группы, и в чем разница, то есть чем отличается поведение, реакция и там охват, вовлеченность, насколько это отличается там в Фейсбуке, ВКонтакте, что там еще сейчас у вас работает? Я так понимаю, что в одноклассниках вы пробовали, но как-то это совсем не зашло. И еще уже на другую тему еще один вопросик, поэтому сначала… Давайте, да, мы ответим, а то уже забыл половину, о чем спрашивали. Что касается соцсетей, как это у нас устроено? Да, три соцредактора, мы на самом деле, они у нас работают посменно, полдня один, полдня другой, вот таким вот образом, они ведут все соцсети, за исключением Инстаграма. Инстаграм у нас сейчас доверен одному человеку, потому что там не такой активный постинг, и там это можно делать в свободное время. Для нас важно, чтобы… Почему посменно, да? Для нас важно, чтобы у нас постоянно кто-то был в соцсетях. У нас спорт, у нас невозможно ничего планировать, у нас постоянно может что-то произойти, если человек у нас вдруг там ведет в ВК и куда-то ушел там в магазин, как бы, и эта история провиснет, и для нас это недопустимо. То есть мы должны это дать вот прямо сейчас, потому что потом это уже вообще никто не прочитает. Собственно говоря, поэтому по сменам в Украине, например, у нас еще есть подразделение в редакции, которое отвечает за тематические потоки. У нас есть тематические потоки по боксу, по клубам отдельным в Украине, потому что там соцсети более развитые, там это имеет смысл. В Беларуси такой истории мы пока не нащупали и ограничиваемся просто основными потоками нашими Трибунаком. Если говорить про трафик, то в Беларуси… Очень зависит от страны на самом деле. В Беларуси, если говорить, то сейчас это Facebook и где-то там ВК уже потихоньку… Вернее, был ВК изначально всегда, сейчас Facebook его одогнал и какими-то временами перегоняет. Чуть стабильно все в Twitter и вот ждем, когда у нас откроется Instagram, для того, чтобы можно было допустим ссылки, там нужно группу дорастить до 10 тысяч. Собственно говоря, вот такое распределение. В Украине, например, там полностью все под Facebook, потому что, во-первых, ВК закрыли, Twitter тоже недостаточно сильный и в Facebook мы получаем процентов 90 трафика в Украине, причем это порядка нескольких миллионов кликов в месяц. В России ребята сейчас активно занимаются Instagram и за последний месяц, сколько вы там, миллион достали трафика из Instagram. То есть все на самом деле очень зависит от страны и несмотря на то, что они вроде бы близки, но поведение людей абсолютно разное во всех соцсетях. В Украине, например, супервиральный контент это все, что связано с победами украинцев, они просто там сходят с ума, если там даже какой-то чувак неизвестный в боксе отлупил кого-нибудь шотландца, это все сразу там тысяча расшаров, 10 тысяч лайков, все круто. У нас как бы народ более сдержанный и, к сожалению, не всегда удается сделать такой контент в социальных сетях, чтобы он прям был виральным. Мы делаем много попыток, мы используем опыт, например, украинский или российский, пробуем и те же подходы, и даже те же видео, и даже те же подводки использовать, но в Беларуси, к сожалению, это работает по-другому и очень небольшое количество постов все-таки удается сделать по-настоящему виральными и чтобы они расходились там лучше, чем у Тутбая, например. Такое редко получается, но редко очень. А какой-то уникальный контент для шоцсетей вы делаете? Да, мы иногда делаем какой-то уникальный контент, делаем рисунки, какие-то картинки, экспериментируем с видео, экспериментируем, вот я уже говорил, например, если у нас есть большое какое-то интервью и там есть много историй, мы можем какую-то часть истории, одну какую-то историю рассказать прямо в социальной сети, может быть, даже без ссылки на конкретную эту публикацию, нам важно, чтобы до читателя это дошло. Но, опять же, здесь раз на раз не приходится, плюс еще эти постоянные изменения в Фейсбуке, выдачи, и здесь, к сожалению, у нас не всегда все так успешно, как могло бы быть и как хотелось бы. Вроде бы относительные метрики достаточно неплохи по количеству людей, которые кликают на публикацию от размера группы, если брать Фейсбук, например. Но не хватает роста, не хватает динамики, вот именно чтобы аудитория росла быстрее. Я думаю, что тут вас сталкивается примерно с той же историей, когда сложно зацепить новую аудиторию, уже когда группа у вас больше 150 тысяч, и ее сложно растить, это получается супердорого там в Фейсбуке, например. Спасибо. И еще один вопросик, уже не про социточки, про соотношение контента, который, я так понимаю, российский идет у вас со Sports.ru и белорусский. То есть это какое процентное соотношение белорусского контента и российского, и с точки зрения популярности аудитории, что лучше заходит? Ну, у нас подход такой. Российский сколько дадут, а белорусский сколько сможем. Потому что россияне рассказывают о международных событиях, и мы забираем этот контент, но мы не можем, не видим смысла его не забирать. При этом мы иногда отчетливо понимаем, что они рассказывают про то, что в Беларуси не очень надо. Например, в России очень популярен баскетбол, и они там готовы про НБА, там у них сильная комьюнити, и они готовы про НБА писать по 3-4 поста в день. Ну, мы хватаемся за сердце, потому что это нам немного, как использовать какое-то хорошее слово, а чересчур заполняет главную страницу. Но при этом мы понимаем, что этот контент, который может быть, и он нам не приносит убытка. А белорусский контент, мы стараемся держаться на уровне 4, 5, 6 каких-то постов в день, но с учетом того, что сил в редакции немного, то иногда мы можем немножко провалить этот план. Так, еще раз. Российский мы забираем весь, тот, который нам подходит. Международный контент, потому что мы не видим смысла дублировать и так далее. Белорусский контент, вот сколько у нас получается, сколько хватает сил в настоящий момент. А то вот отпуска начались и приходится экономить тексты. Извините. Аудитория, очевидно, предпочитает белорусский контент с очень большим отрывом. Мы обсуждали внутри редакции, почему так. Нам кажется, ребята, которые интересуются международным контентом, которые давно сидели на Sports.ru, им вообще бессмысленно переходить к нам, потому что у них там друзья, там уже чуть ли не семьи, и они там комьюнити, общаются давным-давно. Там есть с кем обсудить баскетбол, хоккей, футбол международный, Манчестер, Ливерпуль. Ну, придут к нам, но они тут будут в таком гордом одиночестве на пару комментариев. Тем более, так еще повелось со времен Goals Be Wide, что наша основная ставка – это белорусский спорт, и белорусская редакция направляет все свои усилия, все свои усилия мы направляем на то, чтобы делать что-то интересное именно о белорусском спорте, и его читают гораздо лучше. Все топовые читаемые тексты – это белорусские. Иногда летят какие-то истории спортсовские, но они могут взлететь, в лучшем случае, до среднего какого-то белорусского материала. То есть иногда какая-то слезливая личная история, какой-то суперскандал, связанный с допингом, он может набрать по просмотрам. Но, условно говоря, если в России это будут 4 поста, и они все будут за 100 тысяч, то у нас это будет из этих 4 постов 1 пост и на уровне среднего белорусского по просмотру. Да, и при этом надо понимать, что белорусская аудитория, которая на сайте sports.ru, она потребляет этот контент тот же самый, и про Manchester United там читают в 10 раз лучше, чем читают на белорусской трибуне. Это такая наша проблема немножко. Мы умышленно не переводили всех людей белорусов на белорусскую трибуну, могли там поставить какой-то редирект и там всех слать как бы на белорусскую трибуну. Мы даем право выбора. На самом деле комьюнити по баскетболу на sports.ru сильная, и лишать людей вот этого общения мы не видим смысла, поэтому мы стараемся привлекать людей, и задача такая стоит, чтобы максимальное количество белорусов ходило все-таки на белорусскую трибуну и вело здесь блоги, и находило здесь каких-то людей по интересам. Но ситуация такая, какая есть, где-то 60 на 40 на данный момент аудитория делится между белорусской трибуной и sports.ru в пользу белорусской трибуны. То есть белорусская трибуна чуть больше, но очень много людей ходит на спорт. Скажите, пожалуйста, будете ли вы уделять больше внимания таким, не знаю, затратным вещам, как, например, мультимедийные проекты, связанные со спортом? Это, например, ну, у нас есть какие-то эксперименты, у нас есть какие-то мысли. Здесь вопрос понимания, как это можно монетизировать. У нас проходят некоторые эксперименты по видео. Есть некоторые успехи, есть некоторые провалы. Пока, к сожалению, сложно понять кому-то, понять, кому это можно продать. Соответственно, сложно понять, где взять ресурс, чтобы это делать более регулярно и более качественно, потому что даже более крупные ресурсы, там тот же онлайнер, не всегда понимает, что делать с видео, насколько я так понимаю, по их YouTube. И вот как бы экспериментируют, ну, только имея больший ресурс. Мы, к сожалению, там такого ресурса нет. Мы всех наших людей направляем на более понятные нам форматы, которые мы понимаем, как мы можем их продать, как мы можем их монетизировать. Но при этом мы стараемся поддерживать ребят, когда они интересуются видео. Вот Саша Вулин, он у нас такой влогер, он сделал пару прикольных роликов, но с помощью друзей, по большому счету, там на такой полукустарный, откровенно говоря, контент. Ну, иногда он, ну, я говорю, как есть. Вот, мы на него не потратили больших денег. Ну, там, Саша, какое там самое большое количество просмотров? Ну, там 5 тысяч просмотров, там, видео. Нет, самый хайповый видос, который был у Саши, это когда Саша сходил на Борисов арену и записал песню про Путина, когда там пели, там было 500 тысяч просмотров. Ну, Саша там просто был как бы телевизионной камерой и… Штативом. Штативом живым. Вот, это вот как бы взлетело. И много таких историй, на самом деле, мультимедийных, которые мы делаем с вообще минимальными затратами, находя какие-то интересные видосы где-то очень далеко, глубоко в других странах. Но, на самом деле, все медиа этим занимаются. Мы стараемся их как-то переупаковать, дать, рассказать людям как-то об этом интересно. И мультимедиа-контент вот на данный момент вот такой полу, по сути говоря, пиратский, полулегальный, да, на самом деле. Мы, на самом деле, используем те видео, у которых нет прав. Мы не пиратим Лигу Чемпионов, там, например, потому что за это может прилететь. Те видео, которые есть в открытом доступе, в интернете, на которые непонятно у кого права. Мы этот контент перепоупаковываем и можем на нем собрать больше, чем, например, Саша вот пойдет и целый день будет снимать, и это может не взлететь. Ну, к сожалению, пока так, но будем расти и прогрессировать. Ну да, мы избрали такой путь. Все побежали топиться, и мы не побежали. То есть мы смотрим, когда вот у нас получается реально. Ну и плюс нам нужны идеи. Ну, нам иногда говорят, ребята, вот ведите стримы. Ну, обязательно ведите стримы. Ну, ведите. Ну, нам неинтересно, если стрим там будут смотреть меньше там пары тысяч человек. Ну, вообще тогда не понимаю, зачем мне стрим там на две сотни человек? Не прикольно. Вот. Ну, при этом иногда под большие матчи, мы там как-то вот миссионерская деятельность, мы такие говорим, окей, этот матч достоин того, чтобы тут напрячь мускулы, там, проведем стрим, из этого стрима, может, напилим какие-то прикольные комментарии, там, еще что-то. Ну, да, мы можем такое сделать, но это разовые вещи, когда наш такой скромный ум понимает, что, кажется, ну, вот это может быть кому-то интересным. Ну, не то, что миссионерская деятельность, мы просто проверяем, можем ли мы работать в формате там, том, которым работает, например, там, радио Свобода, когда вели стримы там с каких-то больших событий, да, и проверяем, насколько это нужно аудитории. Оказывается, что нужно, но умеренно. Понимаем, что тогда этот ресурс, наверное, мы направим на что-то другое и подождем более лучших времен, или, возможно, у нас будет какая-то другая крутая идея, которая заинтересует большее количество людей. У нас здесь на выставке инновационных журналистских проектов Юлия Коцкая выступала. Это крутой человек. Рассказывала про стрим. Она очень хочет, чтобы вы делали стримы. Мы тоже с ней встречались, она нас тоже убеждает всячески, и мы постараемся прислушиваться. И вот в прошлом году экспериментировали очень активно, но пока результаты не те, чтобы, как у радио Свободы, было по миллиону просмотров в одноклассниках, когда тут ходили всей страной, протестовали против... Ждем ОМОНа на стадионе и разгона болельщиков. Да, вот это сразу тогда будем вести стрим с этого события. Не дай бог. У нас осталось время только для трех вопросов, поэтому вы сейчас можете повлиять на ситуацию, проголосовав за те вопросы, которые вам нравятся больше всего. Второй. Вам очень хочется ответить, Александр. Давайте так. Давайте мы выберем один вопрос. Вот вы проголосуете. Вы выберете один вопрос сами, и еще один вопрос из зала зададим. Вот. Ну, кто хочет задать свой вопрос из зала? Представьтесь, пожалуйста. Витаю. Я как раз хотел бы задать питание, какое зараз на экране висит, опошнее. Я думаю, что больше глобальное. Скажите, как ласкать, изгодны вы, что держава мусит финансовать выглючно аматорский спорт и фитнес, к шталту бассейна и велодорожек, а профессийный спорт мусит зараблять на себе сам, спорт высоких достигнений, и что розные олимпиады и чемпионаты света Европы мусит проводятся в Беларуси только после остановки отказа на референдуме, как у Швейцарии, например. Дякую. Давайте я отвечу. Я как-то случайно написал колонку на эту тему. У меня простой взгляд, что государство должно поддерживать только любительский спорт, но при этом государство тогда должно отказаться от всей предпринимательской деятельности, которой оно занимается, и дать предприятиям, которые сейчас государственные, полугосударственные, на свой вкус поддерживать те клубы, те спортивные активности, которые они хотят. Потому что во всем мире у клубов есть нормальные спонсоры из числа бизнеса. Если у нас бизнес полу-загосударственный, то государство выполняет бизнес-функцию, в том числе и в спорте, то есть инвестирует в клубы. Мне эта система не нравится. Я за то, чтобы государство не лезло ни в бизнес, ни в спорт, чтобы государство поддерживало детский спорт, массовый спорт. Ну, а ребята из клубов уже как зарабатывают, так и живут, находят хороших спонсоров. Ну, вы что думаете, Беларусь-Скалий, не будь он государственным, набивал бы карманы баблом и не делился бы ни с кем. Ну, конечно, он бы вложился бы там. Возможно, он просто поддерживал бы не 8 этих проектов, которые ему сказали по указке, а они выбрали бы два клуба и поддерживали бы их. То же самое, там, МАЗ, какие-то другие предприятия, если бы они были в себе в экономическом плане, то они бы поддерживали лициклубы как такой самостоятельный, серьезный бизнес. И вопрос, который у нас сейчас набрал больше всего лайков. Радуйтесь, Александр. Расскажите нам, пожалуйста, Александр Вулин, особное провитание вам от белорусского футбола. Пытания, какие у вас сейчас относятся с пресс-службой БАТЭ? Отлично. Я там не появляюсь, они мне не звонят. Ну, у нас на самом деле все более-менее хорошо или нехорошо. Слушайте, у нас очень разные отношения с пресс-службой БАТЭ. Пресс-служба БАТЭ ретранслирует нам мнение руководителя клуба Анатолия Капского. Это человек импульсивный, поэтому отношения у нас меняются очень быстро. Вот созванивались буквально недавно, вчера, по-моему, что-то там у нас какой-то не тот заголовок был и вообще не так написали. Был такое легкое негодование. На прошлой неделе было все хорошо, было все здорово. У нас был полный бан, у нас разбанили Масловского. Масловский у нас это такой альфа-самец-мужик в понимании БАТЭ, а Ивулин ходит переодетый в стрингах в понимании БАТЭ. И вот у нас такое разделение. Пока Масловский допущен к БАТЭ и Ивулин нет. Идем к тому, чтобы к Еврокубкам разбанить Ивулин, судя по ощущениям, потому что эта история, на самом деле, повторяется очень часто. Но посмотрим, возможно, будет разбан, возможно, не будет. Ну, опять же, это больше такие игры разума. Никак это не влияет на наше освещение БАТЭ. Мы уже давно-давно не делали интервью с игроками БАТЭ, наверное, да, сколько мы там, ну, очень давно. Мы делаем с игроками, которые уходят из БАТЭ. И это бывает интереснее, потому что они рассказывают больше, чем игроки, которые играют в БАТЭ. Собственно, такая история отношения с пресс-службой. Они достаточно рабочие. Мы обсуждаем вопросы и ищем какие-то пути, потому что они тоже понимают ситуацию, когда мы приходим на пресс-конференцию, представляемся, но они же не могут запретить нам прийти, например, Масловского, есть аккредитация АБФФТВ. Он приходит туда, представляется, Андрей Масловский, Трибунаком. Ему говорят, ты не можешь задавать вопросы. Он говорит, хорошо, Андрей Масловский, телевидение АБФФ. Он говорит, хорошо, тогда задавайте вопросы. То есть, как бы, эта ситуация очень абсурдная, она тупическая, и все это понимают. Мы ищем какие-то компромиссы и, бывает, находим, бывает, не находим. На нас, бывает, пресс-служба обижается, потому что мы их подставляем в их понимании, всаживаем топор в спину, вот это их любимое выражение. Ну, мы делаем свою работу, как нам кажется, без каких-то подстав и без специальных каких-то ужимок, уловок, чтобы сделать им хуже. Нам просто важно, чтобы мы делали свою работу, и мы ее делаем. Все. Если бы Аты перегнул палку с аккредитацией, мы про это написали, они сделали шаг назад, и как бы все вернулось на круги свои. Ну, как бы, вот такая примерно история. Это такое, у них свой интерес, у нас свой. Мы отставим, кажется, свои интересы, где-то мы соприкасаемся, где-то не находим соприкосновения и расходимся. А сейчас выберите, пожалуйста, сами вопрос, который вы хотите, на который вы хотите ответить. Если вы нам вернете слайды, конечно. Вернули. Ну, я не знаю, заказная статья вот есть, да? Наверное, всем интересно. Ну, давайте, давайте. Заказная статья. Ну, все время нам задают вопрос. На самом деле… Сколько стоит заказная статья на вашем сайте? На самом деле нет предложений, ребят, чтобы понять, как бы вообще, сколько стоит. Было два случая, наверное, от силы, когда можно было сказать, что определенные люди интересовались, как вообще вот так сделать, чтобы что-то нужное вот этим людям оказалось на сайте. Ну, как бы мы говорили, что такое невозможно, как бы разговор заканчивался. Поэтому до цены мы не доходили, цену тоже нигде не публиковали. Есть возможность легально попасть на сайт? Есть, да? Я говорю, что мы не доходили, поэтому ничего не обсуждали. Первый апреля. Задают регулярно. Ну, а так, и, насколько я знаю, в других СМИ, по крайней мере, спортивных, история примерно та же. Все, там, директор клуба говорит, ах, вы подонки, берете деньги, там, ууу, Динамо Минск вам проплатила статью, и вы вот опубликовали такую гадость, или там, наоборот, кого-то восхвалили. Я говорю, слушайте, ну, говорю, ну, может, мы вас, говорю, давайте какие-то переходите к конкретике. И, как бы, конкретики никакой нет. Ну, и, на самом деле, вот, все друг друга подозревают, но никто никому ничего не предлагает. Это такая вот удивительная история, потому что, ну, мы не то, что хотим, мы, я же говорю, мы отказываемся, отказались бы в любом случае, но подозрение в футбольных клубах есть, что кто-то другой что-то проплатил, и поэтому про этого человека написано хорошо, а про этого плохо. Про Динамо супер написано, Батэ плохое. Ну, иногда бывают такие ситуации, что в один день читаешь, вас купил Капский, вас купил Батэ, вас купил Чиш, вас купила Динамо, вы нахваливаете Неман, что вам дал Ковалевич. Ты сидишь, думаешь, господи, мамочки. Ну, да. Это для вас приятная история. Если в один день случается и то, и другое, это, как бы, вот, вообще, ну, как бы, все правильно делаем, все правильно работаем, написали, и тем дали под жопу, и тем, как бы, все отлично. И при этом вопрос задают, откуда у нас столько врагов, то есть они платят еще и ненавидят, это просто какой-то, знаете, садомазохистские отношения у нас выстраиваются, потому что, ну, откровенно говоря, мы ни с кем не хотим дружить, отношения дружбы со спикерами, с клубами, это вот все очень тяжело, какие-то должки, взаимозачеты, еще что-то лучшее, пусть не здороваются и не аккредитовывают, чем дурят голову, а зачем вы там написали, не пишите про это, до свидания. Вот так, примерно. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, наша летучка подходит к концу, спасибо, что вы задавали свои вопросы, спасибо, что вы отвечали и травили всякие байки, вот, это очень интересно. Вот, это была финальная летучка в этом сезоне, увидимся с вами в новом сезоне, а пока заходите на наш сайт pressdefisclub.by, находите кучу всякого интересного контента, и через какое-то время там еще появится полная видеоверсия этой летучки. Если захотите пересмотреть любимые моменты на репите, пожалуйста, не стесняйтесь. Дякую, что пришли, дякую, что задавали ваше питание и так само на белорусской мове, даруйте, что отказывали на русской, мы, Махчума, наступный раз будем отказывать по-белорусскому, и, к сожалению, не хотелось выглядеть смешно.